Первая кровь. Условия получения этих сундуков замечательных вы можете найти в нашей группе ВКонтакте, с ними ознакомиться, ну и, собственно, вперед из песней. Так и есть. А у нас опять драфт, и на этот раз Хайф решили нас немножко удивить. То есть Брюмастер, немножечко забытый Брюмастер, который определенно требует умения, как никто другой, разваливаться на три панды, чтобы просто бежать раскликом на базу, это не то, ради чего этого героя берут. Ну, появляется Некрофос. Очень хороший персонаж против этого самого Брюмастера. Если Брюмастер ловит перед ультом каком-нибудь Стан Шейкера или же Телекинез Рубика, сверху накрывается это все ультой Некрофоса, заливаются нюки, и Брюмастер не имеет возможности скистовать тот самый ультимейт, потому что он уже в таверне. Но тут появляется ОД для Хайф, тоже очень хороший персонаж, он может сейвить от ульты Некрофоса. Я тогда не совсем понимаю, Брюмастер в сложную вивер-керри и Деваурер в мид, или как планирует Хайф сейчас? Да, да, все верно, ты все правильно сказал, так они и планируют. Меня смущает то, что Сайленсер появился у ребят из Хайфа, насколько они понимают, что с ним делать. Ведь не часто встречается герой сейчас на про-сцене, с другой стороны здесь сложно что-то выдумывать. Рубик, Шейкер, Некрофос, Мирана, жми одну кнопку, выигрывай драку. Но мне пока, честно говоря, пик Хайф не особо нравится, потому что у них очень мало контроля. Я вот сейчас обратил внимание, вивер, Сайленсер, Брюмастера и ОД. Но нет станов вообще. У Брюмастера единственный станы, это вот с ультимейта. Но это не лучший выбор, честно говоря. Я бы сказал, кулдаун на такой камешек не самый быстрый. А тут и Рубик, у которого можно оценивать, или Кинезис, в принципе, как стан. Ничего ты в этот момент не делаешь. И Шейкера, и Мирана, и даже Некроф, в принципе, тоже такой своеобразный стан. Действительно, у Каллигарии пик выглядит очень сильным, очень агрессивным. Это то, как они играли, все матчи, которые мы наблюдали. Я думаю, что они должны завозить эту катушку. Но Сент Кинг, тот самый стан, о котором ты говорил, он подъехал. Фервин тоже осознает, что станов недостаточно. А вот что взять Каллигария, чтобы вытащить эту каточку, чтобы ее завести? И, кстати, выигрывать ее нужно плюс-минус быстро. Так, ну, пока непонятно, как хотят свои линии расставить у нас ребята из Каллигарии. Будет ли это Некро кэри, или же Мирана кэри, и Некро на легкой соло, как мы уже это видели. А может быть, Шейкер в сложную, Мирана с Рубиком саппорта и Некрофос керри, как это делают некоторые профессиональные коллективы, например, как Клауда, а в мид снайпера, который загнобит Деваура и не даст ему, в принципе, ничего сделать? Ну, он не гнобит Деваура, тоже там довольно ровный матчап. Ну как, ОД, конечно, проседает от снайпера немножко, но в силах ОД добить много крипов на линии и не просесть. А что бы ты предложил ребятам из Каллигарии? Ну, им нужен какой-то, я думаю, либо лейтгейм, если они хотят. Либо тот самый Эмберспирит, которого мы наблюдаем уже, не знаю, третью, четвертую игру подряд, и не хотят его банить. То есть Сайленсеры либо банят, либо воруют, а вот про Эмберспирит почему-то забывают и почему-то считают, что вот такого героя отдавать можно. Да, мне кажется, это опрометчиво решение. Опрометчиво, действительно. Со стороны Хай все-таки этот Эмберспирит и конкретно Вансик, который играет на нем, показывают очень классную игру. Именно этот Вансик сейчас бежит в смоках, но, правда, основные задачи-то в смоках не на нем. Здесь Рубик от Эйджиса. Да, это очередная трипла в хард от Каллигария. Они вообще не хотят давать продохнуть своему оппоненту, хотят, опять же, доминировать с самых первых секунд матча. Но есть все шансы, опять же, важно очень, угадают сейчас Хайф или не угадают с лайнингом, поймут ли они эту задумку с триплой или нет. Хотя кажется уже, что Каллигария и трипла это единое целое, они уже часто так делают эти перемещения, эта смена сторон заходит достаточно интересно. Да, действительно, они хотят, опять же, Некро воткнуть против панды. Некро, в принципе, против любого милишника смотрится очень сильно за счет Девпульса, опять же, которому он себе восстанавливает ХП, врагу отнимает. И при всем при этом Девпульс имеет пассивный эффект Садист, который раньше был у Некрофоса. Смотри-ка, Сайленсер, тут выход на верхней баунтируне и забирают уже одного игрока команды Хайф. Правда, будет размен, скорее всего, должен погибать здесь без шансов Шейкер, но будет ли продолжение Хайф? Должны, по всей видимости, отступить. Эрой ловит в лицо Вивер, но это, так сказать, последний звоночек. Ее не успела, не успела долететь тычка Рубика, неприятно, еще бы забрали здесь и Вивера в этом эпизоде. Но, в любом случае, размен неплохой для команды Калли Гарри. Они забрали Ферст Блат, потеряли Саппорта. В принципе, для них все здесь обстоит хорошо. И вот он, вот он этот мерзкий Сайленсер, который уже создает проблемы. Кстати, который без украденного интеллекта. Просто потому что... Просто потому что не попал в радиус, судя по всему. Да, да. Я смотрю на Некрофоса и на эту дуэль с Брюмастером. Я жду, что прокачает Некрофос на втором уровне. Очень хотелось бы увидеть здесь Харстопер Ауру, просто потому что Брюмастер Стрэнджевик. Его основная характеристика силов. И вот она, появляется Харстопер Ауру, который сейчас будет его бить по хп-шке. А из-за того, что он силовик, у него будет расти в первую очередь именно общий запас здоровья. Ну а там, соответственно, чем больше этого здоровья, тем сильнее ты в процентах наносишь урон. Приятного мало, откровенно говоря. И регенерации не хватит. Да, здесь орбиту не очень хорошо будет стояться на линии, мне кажется. Да, Панда довольно серьезный лейнер. Но вот Некрофос, когда он получает уже левел 5, против него очень тяжело стоять. Конечно, на ранних уровнях он тоже не самый сильный персонаж. Но вот с левелом он становится... Они оба стоят в одиночестве. Левел будет прирастать крайне быстро. Здесь нет никого, кто бы этот опыт воровал, личил его здесь. Смотри-ка, как интересно. Пикачу уже на третьем левеле берет Аркейн Орб. И с этим Аркейн Орбом он пытается уже харасить Вансика, который играет на Эмбер Спирите и стоит против него в миде. Но Флэйв Гвард там уже в 2, и пробить-то не так просто, как кажется. У нас пауза в игре. Нет-нет-нет, технические проблемы. Уходите. Нам и без вас было хорошо на протяжении вечера. Вы нам не нужны. Надеюсь, что все хорошо. Там у игроков первую очередь... Будем считать, что это не наши пользователи любят, а наши не любят такие вещи. Наши любят красивую доту, которую мы наблюдаем, и сейчас будет погибать Некрофос. Вот она, перетяжечка от Сэнд Кинга. И Венсикю не успевает, хотя у него есть руна невидимости. Да, но тем же временем забирает у нас Сайленсера. Ну, правда, на верхней линии также еще может погибнуть Мирана. И пока что... пока Мирана живет. Все у нее вроде в порядке. Дает Шейкер нужную тычку, помогает избавиться от Жучка. Сварма действительно штука неприятная. Эмбер Спирит перетягивался на нижнюю линию. Совсем понятно, что он хотел этим сделать. А он пытался от Бримастера добить после того, как Бримастер убил Некрофоса вместе с Эд Кингом. Но Бримастер там очень вовремя Хилинг Селф отпил. И, к сожалению, сделать этого не удалось. Но попытка была. Он руну Инвиза пытался реализовать. Мирана получает очень больно по лицу, но есть 6 стиков, есть зарядик... О, есть еще один Тангус и есть Феррифайр. Ну, очевидно, что Мирана здесь просто уходит на базу. Апсервил Парт находит Шейкер. Снимает его, это плюс 100. Сентри Вард себя тут же оправдывает. А лишать противника Вижна это всегда приятно. Меньше каких-то возможностей по перемещению. Опять могут быть проблемы у Некрофоса. Как-то, по-моему, Буффи ошибается. Два раза подряд ему одну и ту же карусель устраивает, но на этот раз... Ну, ему ботинок нужен. Все-таки он купил себе робу, которая дает интеллект. Это не то, что ему нужно. Я думаю, против панды Сент-Кинга все-таки нужен ботинок, чтобы Сент-Кинг не добегал до тебя и имел возможности застанить. Ну, или хотя бы после этого у тебя были гипотетические шансы добраться до вышки, а то с Муспидом в 285 шансов просто никаких, ты плетешься. Некрофос это один из самых медленных персонажей в доте, и именно по этой причине ботинок на нем просто необходим. Продолжается харассить сайлсер на верхней линии, там Миране перепадает. Да, у Мираны пока вообще все не очень. Честно говоря, по натворцам она шестая. А как ты, в принципе, к Миране и керри относишься в патче 7.01? Конкретно керри не очень хорошо. Но мне кажется, что она может занимать любую роль, и керри в том числе. То есть она тут даже не фулл керри. То есть у них пик, у Каллигарии, я имею в виду, строится на 3-7 керри. То есть они не делают упор на какого-то лейтгейм героя, они просто хотят выиграть эту игру так же, как и предыдущие. Они просто будут играть в пятером с определенного момента и стараться получить доминацию за счет хороших тимфайтов. У них очень много нюков, повторюсь. Знаешь, вспоминая Сайлсера, который стал саппортом пятой позиции на роли, по сути, керри, я сразу думаю, что эта команда способна создать мемчик. Так что твоего керри не загнобят, если у тебя будет 5 керри, вполне возможно, эта стратегия принесет им какой-то успех. В миде был выход от Шейкера, ничем он не закончился. Мне кажется, я сглазил сейчас эту фиссуру, и она не была идеальной. Да нет, тут просто ОД уже довольно плотненький, стоит у него 2 нулика, Magic Wand, у него также есть Астрал, в случае чего, при помощи которого он может спрятать и Эмбер Спирита, или себя от какого-то нежелательного прокаста. Вот, ну, Орбит, видимо, уже довольно серьезно напрягается на нижней линии, ему неприятно здесь стоять. Мне кажется, что Бофи должен агрессивно на этой линии стоять, не должен давать вообще подходить Панде теперь к крипам, пока она не получила 6 левел. Или даже если и получит, то в любом случае Панде неприятно подходить к крипам ради того, чтобы добить одного крипа и после этого заюзать ульт, чтобы выжить. Есть такое дело, но Сэн Кинг перетянулся, сейчас Сэн Кинг попробует изменить баланс сил, но не знает от того, что Шейкер тоже в деле, пытается там мансить, аккуратно занимать позицию наш безымянный товарищ. Ну и кто? Кто окажется жаднее, кто окажется менее выдержанным, кто попробует проатаковать? Почти 2 хп регена в секунду у Бримастера, он, конечно, рано или поздно вернет себе свой столб, но стоять в ФК минуту не лучше из-за того. Да, да ты знаешь, минуты это мало, все-таки у него не хватает 400 жизней, разделить на 2 это 200 секунд. Это 3 с лишним минуты, да, не думаю, что стоит просто столько времени проводить в ожидании того, что у тебя отхиметь. Смотри на этот великолепный вард, пусть он и стоять будет всего лишь 33 секунды, он уже почти закончился, но он сейчас дал информацию о выходе команды Хайв втроем на нижнюю линию и отсюда должен микрофосс уходить. Если он и после этого здесь погибнет, это уже будет просто какой-то непонятный мув. Да нет, нет, он все прекрасно понимает, что его хотели обойти, ведет себя крайне аккуратно, стоит под тауэром, но вот видим, что у Хайв тоже есть вард, который палит перемещение некрофосса по линии. Но ему главное понять, что все ушли, можно вернуться дальше напрягать. Ну смотри, некро просто перетягивается к панде, не хочет он стоять на нижней линии, потому что герой довольно уязвимый. Да, да, герой довольно уязвимый, не стоит ему рисковать, стоит просто улететь наверх и продолжать фармить. Разваливает крипочек в Пикачу, все ему в принципе здесь удается. И кстати, первый крипстат на карте у Пикачу, 51 на 24, особенно 24 динайных крипа внушают уважение. Да, действительно, говорит о том, что у Эмбера не самые лучшие времена, но Эмбер такой персонаж, да, против него много героев, стоит хорошо линия. Ну, проблема-то Эмбера в том, что как только он получает 12-й левел и Вейл, он начинает нереальный магический прокаст делать. А с учетом того, что тут и Некрофос с магическим прокастом, и остальные тиммейты помогут. Кстати, у Некрофоса проблемы, сейчас постараются его, возможно, как-то спасти. Мунлайт Шадоу, и да, 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 невидимость равно неуязвимость. Эта аксиома продолжает работать не только в пабе, но и здесь, в этой игре финала. Напоминаем вам именно финала СНГ-квалификации. Хотя сейчас Некрофос может и поплатиться, есть у него захил, есть 7 стиков, но для этого нужно спрятаться в Гош Раут. Он прячется в Гош Раут, он тут же начинает получать сильнее магический дэмэдж, и ни одного ТП от его тиммейтов никто не перетягивается, потому что там погибает Сенсор, там продолжается заруба, но разменивает Некрофоса. И это, наверное, не очень приятно, все же Сенсор не имеет какой-то хорошей позиции, хорошего Кривстата, у него 10-ая ценность, да, на карте, в принципе, его бы, наверное, потерять Хайв даже и не испугались, зная такой размен. Да, да, убили Некро, ОД стоит в миде, фрифармит, пока все для Хайв идет самым лучшим образом. Некрофос возвращается на верхнюю, Бокфи не чувствует каких-то, видимо, опасностей, связанных с этой линией, но здесь Фервен вновь с Орбитом, и они готовы, кстати, и Сенсор готов перетянуться, у него нет еще, разумеется, Глобала, проблема в том, что Сенсор все еще пятый уровень, но подгадить каким-нибудь Керсом второго, нет, даже третьего уровня он сможет. На варде бегает и Вансик, уходит на ТП и на топ, это ТП должны примерно понимать сейчас Хайв. И выход, выход одновременно, и да, ошибается здесь скорее всего Хайв, хотя Некрофос очень больно достается, но Фервен битый, за Фервен ведет Вансик и останавливает Фиссура, прям четенько и в таверну. Отличная контр-инициация от игроков Каллигари. Опять же, очень вовремя сделал Эмбер Телепорт, ну, вообще не оставляют своих тиммейтов без прикрытия. Ну, то, что ты говорил, стараются не продавать, стараются до конца играть, и пока такая тактика работает, я думаю, стоит ей и придерживаться. Некрофос, к слову, никак со своей ультимативной способностью не расстанется, и вот это меня немножко смущает. Пора бы, пора бы ультимейт отдать, восьмой левел. Я что-то не припомню, чтобы тот отлетал с косы. Нужно делать этот минус, опять же, есть с кем. Есть Эмбер, с которым можно легко расхарасить до половины ХП. Ну, Эмбер занят другими вещами, нападает на Пикачу, Global Science тут же в ответ. Пикачу спалил, что Шейкер у него за спиной, Шейкер идет, 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 отдает Ахослэм, но Шейкер без мана, хотя хватает дэмэджа, и забирают Пикачу. Также Миранер ломает лицо, но, правда, в размен. На Сент-Кинга отправляется в таверну. Идеальная гонка. В свармах Вивер, в шикучей, шикучей лобик. Лобик проигрывает все-таки. Не нашел, не поймал, и вынужден перетягиваться вообще на верхнюю линию. Да, смотри-ка, сверху, возможно, будет убивать Некро. Ой-ой-ой-ой. Как же сейчас фартит, буквально там 10-15 ХП остается. И этих ХП, возможно, хватит. Сначала, чтобы разультиться, а потом, чтобы забрать. И Бофи, но забирает Вивер. Не за контроль уж. Смотри-ка, смотри-ка, может сейчас своровать ультимейт панды. Орбит отлично отыгрывает в этом моменте. Грамотно отстанелся в Рубик. Успевает прожать Клэп, еще и улетает. Да, Фессура не достает. Напряжение достигается его предела. Уже пошли ошибки. Сейчас где-то какие-то маленькие недоигровочки. Проблемы могут быть еще и у Вансика. И его пытаются здесь распылить. Маны нет, чтобы уйти на Ремнант, который он поставил. И также приплывает Вансики. Как-то мне напоминает Лава это предыдущую игру. Что-то... Стрела залетает в Пикачу. Отличный стан от Фервера. И, кстати, здесь может быть камбэк. Получит ли... Да, минус Мирана. Да. Еще и Шейкеры тоже должны, должны все-таки забирать. Хотя пока... Ну, если застанет. Санкинг ошибается. Да, Ферверен промахивает. Человек-невидимка, на той человек-невидимка. Нет имени, нет возможности поймать его. В общем, развороте. Но еще 2 секунды кулдаун. Куда же ты пошел? Не было возможности дать фиссуру. И просто-напросто на халяву погибает. Ворует Рубик. Эпицентр. Эпицентр. Это очень круто. Ну, круто, да. Ну, без даггера реализовать сложно. Согласен с тобой абсолютно. Это нужно, чтобы кто-то пришел к тебе в лапки непосредственно. Но ошибаться, я думаю, хайп не намерены. Да и выиграть, я думаю, хочется. Открытую квалификацию. Это очень серьезный вызов. И себе, в первую очередь, и сообществу. Посмотрим, кто все же достигнет успеха. Пока фармят. Фармят по лесам. Перемещаются, если не фармят. Но я вот пытаюсь понять, от чего нам ждать дальше. Некрофос собрал себе доминатор. Призвал волка. Есть хорошая аура на демедж. Но хватит для этого волка, чтобы драться. Скан пошел. Пошла инфа. Ну, прекрасно понимает, хайп. Где сейчас засада? Ну и Каллигари вынуждены будут сейчас, скорее всего, давить Тирогентавр. Потому что и их вышка на верхней линии подвергается атаке. Не взявится защита. Строение. И то же самое можно было бы сделать. Но почему-то этого не делают команды Каллигари. Странно. Можно было и подзаконтролить там. Калифом выиграть пару лишних секунд всегда приятно. Ставить своего соперника где-то там на линии чуть подольше. Но вышку снесли. Есть вариант, что хайп пойдут и на Тир-2. Они, в принципе, способны. Они сносят явно быстрее. Демеджи больше с руки. Очевидно, что хайп хотят забирать этот самый Т-2. А Каллигари пока даже не собирается дефить. Хотя, вот уже телепорты загораются на святыне. Ультимейт Мираны. Спалились, спалились все-таки на варде. Отличный амиро взлетает. Но эрол 5-секундные по виверу. Ну как же так можно? Казалось бы, вся инфа есть хороший. Глобал Сайленс как раз под инициацию и есть. Сентри Вард разваливает кабинет Венцекю. Падает также Мирана. После байбека приходят сюда. Эмбер спирит. Но здесь уже никого нет. Вы никого не поймаете. Машет рукой команда Хайф и уходит в Асваяси. Или не уходит эпицентр. Эйджис. Но, к сожалению, Пикачу не вращает. Дрипл килл для Пикачу. Если Ван Цикю сейчас погибнет после байбека, это будет полный провал. Это ультра килл для Пикачу. Пикачу аннигилирует. Смайли выживает. Все очень-очень плохо. Будет ли рэмпатч? Нет, не будет. Орбит не дает возможности саму тиммейту оформить рампашку. Честно говоря, тут главное не рэмпатч, главная победа. А даже за ультра килл заезжает сундук от наших великолепных коллег. Маркет.дота2.net. Спасибо им за то, что они существуют. И кому-то из зрителей этот ультра килл окажется вдвойне приятней. Орбит. Перетянулись на нижнюю линию. Не стали допушивать, не стали подниматься куда-то, пытаться на хайграунд. И так выжили сейчас хайв максимум из ситуации. Я рискнул открыть графики, хотя мне кажется тут... Да, тут свеча в небо, почти 7500 в денежном эквиваленте. Да и симметричный график по опыту в пользу команды хайв. Да, в этой игре у Каллигарии... Что-то пошло не так. Явно не заладилось, да. Они хоть и пытались предпринимать какие-то действия, но были переиграны команды хайв. Здесь, конечно, им уже тяжеловато будет камбэкнуть. Но все-таки у ОД очень много артефактов. У него уже есть пика. Помимо пики, ПТшки 2.0 и Мэджик Уанда еще есть 1300 золота. Почти 1400. Как ты думаешь, есть ли смысл 2.0 все же в Вейл превращать? Нет, нет. Я думаю, что не стоит. Здесь уже определенно нужен либо даггер, либо БКБ Пикачу, чтобы он мог беспрепятственно убивать воровских персонажей. Но здесь БКБ просто мастхэв. На мой взгляд, исключительно магический урон в стане Каллигария. Здесь, конечно, их пик получается такой немного несбалансированный. Да, у них очень жесткий early-mid game. Но вот видим, что особо не получилось реализовать отличный стан от Фервиана. Мы должны здесь забирать и Рубика, и Шейкера. Ну, за Рубика мы должны идти до конца. Да, Смайли даст тычку. Сайленсер уже должен добивать. Смайли делает эту самую тычку и должны бить Т1 Тауэр снизу. Хотя решают задефать. Смотри-ка, Хайв прыгнул. Орбит на боффе. Цепляет его. Уже идет ветряной пандой, чтобы цепануть. Но решает остановиться на Некрофосе. Нет, Вижена нет возможности просветить. И, по-моему, боффе спасся. Хотя, не факт. Смотри, за ним идут. За ним так очень серьезно направляются. Эру в расчете на то, что появится панда именно там, но нет. Да, вот бы Рубика сюда, который бы своровал сейчас уже ультбремастер. Уже, конечно, не получится. Хороший астрал, но не хватает выживаемости. Все-таки погибает боффе. Тем временем забирают, правда, до хака на нижней линии. Вансик делает килл. Забирает стрик. Получает 13-й левел. В принципе, Эмберспирит довольно неплохо камбэкается в эту игру. И маловато у него было до этой минуты артефактов. Сейчас он может себе приобрести блинкдаггер. 2600, 2700 практически на руках. И с ним будет явно попроще. Травела, как думаешь, нужны ли будут в этой игре? Или нужно смотреть по обстоятельствам? Если будут давить хайграунд, наверное, не очень нужны травела. Позже. Я думаю, позже он себе купит травела. Пока уже Вансик делает упор на 5 на 5 драки. Все-таки травела довольно дорогой артефакт. Ты тратишь 2000 золота на свиток. Но при этом в драке не получаешь ничего, кроме мувспида. Мувспид это, конечно, хорошо. Но это все-таки не панацея. Кстати, Бримастер, который мы забыли, потратил деньги, потратил их на даггер. Есть арканы, есть даггер и... И Мидас. Мидас. И вот наличие Мидаса говорит ли нам о том, что Хайф решили немножечко подзатянуть игру? Ну, тут дело даже не в том, что они готовы подзатянуть, а в том, что Панде нужен левел. Все-таки нужны шмотки. Панда особо не фармит. И для того, чтобы у него были эти самые шмотки, он и покупает себе Мидас и дополнительный экспа. Так, еще одна пауза. Ну, ребят, вы там держитесь, мы с вами. И сердцем, и душой. Время, в принципе, не позднее. 22 часа по московскому времени. Вроде бы московскому времени. Это по киевскому. Уже по киевскому. Я уже запутался. Стоило переместиться. По московскому уже 11 вечера. Ну, в любом случае, не самое позднее для любителей доты. Если ты не живешь в Владивостоке, и у тебя не 6 утра. Вот это единственное, чего мы не знаем. Ведь Россия... Ну, ты знаешь, 6 утра это раннее уже время, я думаю. Уже, можно сказать, что и проснулся. Хоть и не спал. Тем не менее, игра продолжается. И у нас давят сейчас хайв. Собрались в центральной линии. Видят они тир-2 вышечку. Очень вкусную. Ну, и рискнут ли давить ее. Мне кажется, виверу необходимы здесь дезолятор, чтобы был легкий пуш, но при этом вивер практически дособирал линкин сферу. И у него появился в списке желаемого рецепта. Ну, и, собственно, в принципе, весь моем шторм. Мне кажется, стоило ему покупать мою штром чуть раньше, до линкин, а после моего штрома делать бкб все-таки. ЭРО, смотри, какая летит, но на этот раз эту стрелу читает Ивер. Ну, все-таки линка, это тот артефакт, который здесь поможет, наверное, только разве против Рубика, чтобы не дать ему своровать Шукучи. Мирана. Попытка зацепить Мирану, кошечка липается. Липается, да. Ну, тут, наверное, скорее ошибка Фервиана, который не смог подкопать Мирану по таймингу. Дахак забирает, тем временем, мидлл-тауэр. Т-2. Некро с Эмбером в это же время сплитпушат. Пытаются набрать максимум золота, максимум опыта, перед тем, как столкнуться в этой решающей битве с Хаев 5 на 5. Мне нравится, на самом деле, Родофатас, который появился у Некрофаса. Это сейчас один из самых, мне кажется, недооцененных артефактов, ведь его практически ничем нельзя снять. И такой контроль, он интересен и против Вивера, и какого-нибудь, ну, знаю, там, Сайленсера, Блюмастера быстро развалить. Снять-то можно. Снять-то можно, но... Ну, действительно, артефакт очень хороший, я с тобой соглашусь, за те деньги, которые ты его покупаешь, он очень многое дает. Он дает массу ХП, массу интеллекта, то есть на Героях-НТВиках этот арт очень классно смотрится. Ну, и контроль, действительно, Родофатас после патча 7.00, точнее, в патче 7.00 подняли, и действительно очень полезная способность. Особенно против таких героев, как Вивер. Пикачу на верхнем лесу ловит Бофи, Бофи пытается сделать Тип-Аут, потому что на него тратили уже Астрал, но недооценивает скорость появления рядом с Энт Кинга. И Фервиан делает минус вместе с Орбитом. Великолепная работа. Да, ну, тут, наверное, попробовал единственный Аут у нас, Бофи. Захотел сделать Тип-Аут после Астрала Пикачу, но... Тиммейты Хайв... Таких не прощают. Тиммейты Пикачу, команда Хайв, да, действительно, таких не прощают. И делают довольно важный килл на Некрофосе, и тем самым открывают для себя дорогу на Рошана. Будут забирать Аегис. Аегис, скорее всего, будет для Пикачу. Мне кажется, этому парню стоит дать щит, чтобы он мог спокойно идти и додавливать. Конечно, тем более, что у него такой вот агрессивный билд, даггер пика. То есть он может с даггером, с Аегисом залетать, начинать развалить. При этом еще всегда есть пик, либо на подсейв, либо же просто на врага. Есть Рошана, значит, и есть еще один товар, подарочек от market.dota2.net. Друзья, будьте счастливы с этими новыми вашими вещами. А чтобы стать счастливчиком, нужно пройти небольшой... Подшоп от Фервена. Должны здесь забирать Рубика. Рубик был просвечен достом. И очередной килл для Хайв, довольно простой. Дахак забирает фраг. Ты начинаешь говорить в рифму, Влад? Это неплохо. Здесь проблемы могут быть также и у Сайлансера. Какой хороший эхо слэм. Надо дать, что будет ли продолжение ультимейт от Андаинга. И Смайли отскакивает в таверну на 63 секунды. Сейчас появится Боффи и постарается еще кому-нибудь отомстить. Копает его Фервен, разрывает дистанцию. Ультимейт от Пикачу не наносит дэмэджа. Но зато с руки Пикачу наваливает, ой, как много. Вместе с Дахаком отправляет в таверну еще и Некрофоса. И в итоге размен 1 в 2. И размен, который абсолютно точно не интересен команде Хайв. Просто потому, что денег они заработали столько же, сколько их визави. Вот так. 301 и 304 монета. Все ввиду отставания. Практически нереального отставания. Несмотря на то, что Драк не увенчалась успехом для Хайв, все равно они открывают для себя очень много спейса по карте. Пока герои противника мертвы, они могут спокойно убивать всех крипов, чистить леса, пушить линии. И за счет этого как раз таки они набирают свое преимущество. 26 минут игры позади. Забавляются немножко обороты. Хайв выносит нужные артефакты. Они пытаются выдавливать, как тюбик из тюбика пасту оппонента из собственных лесов. И не давать вообще нигде пространство. Эйджи с попыткой сделать паут, но его не будут добирать. Сенткинг ошибся со своим станчиком. Если бы Бару Страйк нашел цель, то, скорее всего, оставался бы там Рубик. Эмбер продолжает тем временем сплит пушить на нижней линии. Уже у него есть 17-й с половиной левел. Очень хочет он получить третий ремнант. Все-таки с ремнантом левел 3 получится... Может, точнее, получится очень хороший тимфайт для команды Каллигари. Пока... Да, пока Ван Секью не особо сильно пытаются ловить. Пока дают ему эти возможности сразу там подпушивать ту одну, ту другую линию. Но рано или поздно Хайв должны задуматься о том, хотят ли они наказать столь дерзкого оппонента или нет. Здесь Вижен есть. Есть информация по Рубику, по Миране. И попытка будет их цепануть или нет. Клэпает Брюмастер. Очень много демеджа. До свидания, Эйджис. Такие не живут. Да, но получится пропушить только Т2 снизу. Ну, возможно, пойдут на Т3. Но Эмбер Спирит тем временем уже тоже заходит на Т3 оппонента. Начинает его активно пробивать. Да, Т2 должны вроде бы забрать ребята из Хайв и сразу же полететь дефать свою базу. Ну, пол Т3 Таура Эмбер Спирит пробил. Конечно, Тауэр он не сломал. Деньги его команда не получила. Но, в любом случае, это... Санкинг копает Мирана. Мирана попытка сделать лип. И тут же ТП-Аут удастся или нет. Успевает. Спрятался в этих двух елочках и исчез. Станов особо нет, как мы уже с тобой заметили на стадии драфта. Действительно, вот, станов особо нет у команды Хайв. Единственный стан это Санкинг. Если его нет, то сбить телепорт довольно сложно. Нападение на Бофи и Бофи... Ну, не уйдет отсюда. Это не знаю, что должно произойти, чтобы позволили смотаться Некрофосу. Копает его. И в Гошауди он получает увеличенное количество урона. Да, неаккуратно. Неаккуратно играет сейчас оффлейнер команды Каллигари. Эмбер тем временем опять переходит на базу соперника. Какой же нагрючий Ванси Кью. Да. Но у него выбора на самом деле нет. Его команда не способна драться 5 в 5. Он теряет тиммейтов, загуливающих на линиях. И все, что его в силах, по-моему, он сейчас нам демонстрирует. Ну да, действительно, нужно БКБ на Эмбер Спирити. Все-таки без БКБ тоже драться против ребят из Хайв почти нереально. Эджис, живи. Третья пауза. И третья пауза от Рубика. У Рубика какие-то серьезные проблемы, по всей видимости, опять дисконнектятся. Я надеюсь, что у Эджиса все будет хорошо. Ну... Что нам остается делать? Нам остается верить в лучшее. Нам остается верить в то, что все, кто захотел получить сундук, зашли в нашу группу. Зашли на наш сайт starladder.com. Посмотрели там инструкцию. Подписались на нашего партнера. Подписались на нас. Связали твич-аккаунт и соцсеть, и стим, и получают на халяву. Эджис говорит гоу, и тут Пикачу цепанул в астроном-призенмент Мирану. Мирана, кстати, у нее не остается просто маны. И, скорее всего, она погибнет от Пикачу. Действительно, Пикачу, год лайк. Дагер есть, проблем нет. Какой должен быть аут из этой игры, из этой ситуации, в которую попали сейчас ребята и коллега, я не знаю. Ну, только успешный тимфайт их спасет, мне кажется. Так у них почти ничего нет для этого успешного тимфайта. Глобал Сайланс сломает им очень многие их планы. Ну, неважно. Шейкер залетает с ультимейта, дает фиссуру. Эмбер в этот момент дает Вейлы 3 ремнанта. Это уже масса урона. Если Сайлансер попадается под это, а если он стоит на базе и после влета... Не, а я понимаю, ну, а БКБ, БКБ нажимает эмбер, который у него будет через 200 золота, вполне реально ему докупить этот самый артефакт и уже с БКБ. Посмотрим за разы этим событием. Анацикю не жалеет, поюзывает на крипов свой Вейлов Дискорд, дабы быстрее их убить, чтобы быстрее линия пропушилась. Но ему нужно, он вынужден отступает. Миктимейт не рано. А что будет сделано за Монлайт Шэдову и вообще зачем Монлайт Юзали? Крипов хочет убить, подлавливает пачку крипов в миде, не дает зайти на хайграунд через мид, но проблема в том, что на ботами уже подошли крипы хайв к базе оппонента и активно начинают Т3 пробивать. Смотри-ка, панда, вот эта земляная, которая с Демолишем просто начинает разламывать здание врага. И милишный барак падает у команды Каллигари. Да, Демолиш, штука неприятная. Постарается ли кого-то зацепить на развороте? Вот что самое важное. Цепляет Девара, прожимает в НСК свой БКБ, свежий 10-секундный. И Курьер здесь подрезает, потому что Курьер просто-набр стоял АФК, Пикачу со спины. Наваливается всей его команде. То, что Эмбер отсутствует, его не волнует. Залетает, хорошо, Сомни, Сомни слэша. Ой-ой-ой, Каллигари, как же. Отлично, они сейчас подрались. Эмбер спирит, опять же, наносит массу урона вместе с Шейкером. Ой-ой-ой, панда здесь, наверное, подловит, Курьеры. 3745 урона от Эмбера. Панда спаслась, но 4 тиммейта-то не спаслись. И это очень большое количество денег в копилку Каллигали. Да, вроде бы забрали барак милишный, ребята из Хайфт, но отдали очень много денег в этом эпизоде. Потому что большое отставание у противника, разумеется. Если бы графики были ровные, было бы не так заметно, но сейчас... Микрофос, кстати, тоже хочет себе купить БКБ. Ну, действительно, ребята из команды Каллигари, они просто поняли, в чем секрет успеха. Очень много урона наносит ОД сейчас в команде Хайф и Брюмастер. У Вивера, все же, урона пока не особо много. Он купил себе линку защитную. Драгонлендс тоже урона не так много дает, дает только статы. Ну, то есть Майл Штром это единственный более-менее адекватный демэш-артефакт. Но если до Хакса берет еще и БКБ, мне кажется, это плохо. На 31-м минуте, да, да. Я тут с тобой согласен. Может просто возникнуть такое, что будет нехватка урона. Мне кажется, в Пикачу очень сильно верят. Пикачу идет в Хекс. Мы видим, что есть уже Мистик Став. Интеллект зашкаливает даже без стаков. А если он успеет... Но Хекс необходим. Если успеет сделать 5-6 тычек и после этого заултит, то там пиши пропало. Развалит только в путь. Но опять же, мы помним, сколько БКБ готовит команда Каллигария. И там... Есть уже у Эмбера, у Некрофоса тоже в скором времени будет. А у Мираны... У Мираны уже есть. Шейкер у БКБ по понятным причинам не нужен. Ну и Мирана, кстати, смотри, какой билд выбирает. Она идет не через Spell Damage. Она хочет себе купить Butterfly. Butterfly на демэдж с руки. Насколько это оправдано в текущей ситуации? Ну, нужен какой-то лейтгейм кэрри все-таки для команды Каллигарии. И если Мирана не будет выполнять эту функцию, то просто больше некому. А нам переодевать как-то Эмбера пытаться или слишком мало фарма, чтобы переодевать? Это долго. Ну, да, да. Это очень долго. То есть, реально, если ты играешь какую-нибудь там 70-ю минуту, уже убил просто тысячи крипов, и у тебя много денег, чтобы купить другие артефакты. Но пока Эмбер уже вынужден придерживаться своей тактики. Ну, посмотрим, подведет ли его тактика или нет. И собирает он Актарин. Да, Актарин еще 2000. Очень много рискует сейчас... Очень многим рискует сейчас, он без байбек себе приобретает артефакты. Опасно. 34-я минута, и я думаю, что Хайв способен очень быстро расправиться с Хайграундом. Смотри, Камирана все-таки решает не покупать Баттерфляй, а хочет себе купить линку. Линка поможет лишний раз где-то там забыковать без Блэккенбара или с Блэккенбаром на кулдауне. Там и на Эмбера закинь, и, может быть, даже на Шейкера закинь. Ну, посмотрим. Пока засада или не засада, вот в чем вопрос. Опасаются обе команды. Хайв после потери четырех героев очень серьезно прыглись и, возможно... Да, Вивер с ДД попадает Эрро в Рошана, что явно на руку команде Хайв, и сейчас уже Рошан начинает падать. У Вивера, кстати, появилась тем временем БКБ, но и... Ну, в этой ситуации, конечно, БКБ очень хорошо сейчас смотрится, потому что... Вивер с ДД, но они упорно идут драться, и здесь Пикачу, который под БКБ начинает разваливать лица, тут же отправят в таверну... Рошана забрал Эмбер и забрал Аегис. А это проблема. Да, погиб Некрофос, да, погибла Мирана, но, тем не менее, Аегис... Ну, это не, это плохо все равно для команды Каллигаря, они несут огромные пока потери. И Эйджис тоже погиб, да. Похоже на минус сторону, а то и две. Ну, посмотрим. Кстати, у Шекера тоже появилась БКБ. Байбэка нет ни у Некрофоса, ни у Рубика, ни... А, не, у Мирана есть. У Мирана есть байбэк. Ну, и, наверное, Миране стоит делать этот самый байбэк. Будет пытаться цеплять Вивера, как-то ему мешать, но не чувствует Вивер ничего. Нет 25-го левела, нет двух дополнительных секунд от серии чейнс. Чины заканчиваются, Вивер продолжает наваливать, и... Тир-3 вышка, медленно, но верно, падает под напором Вивера из команды Хайв. Его, конечно, просветил здесь Шейкер, но какая цель? Может быть, будет попытка подраться здесь со спины и Вансик Ю. Но Вансик ничего не сделает. Наверное, толково копают Мирану. Мирана... Ну, как, мне кажется, что надо было сейчас просто дать 3. А, хотя нет, там ОД тоже БКБ. Стрёмно в него так всё-таки давать. Ой, Хекс ловит Эмбер. И Хекс дает по Эмбер-спириту Эмбер пойдёт и до конца за Пикачу, нет? Да, я думаю, что будет чейнс. А у него есть два ещё заряда Ремнанта, прыгает на даггере вперёд, а Ремнант, Ремнант, Вансик Ю. Ну, мне хватит тогда ман на 2 с половиной, если он использует Ремнант сейчас, чтобы догнать. А, не получилось. Хотя, минус на таком герое, как ОД, возможно, стал бы какой-то отправной точкой по камбэку в этой игре. Вивер. Дает информацию, сам при этом не показывается на глаза врагу. Пикачу прыгает, но не хватает то ли реакции, то ли немножко везения. Робо Фатас вынуждает прожимать Пикачу БКБ, да Пикачу и Рат разваливает лицо Бофи. Что-то как-то Бофи слабовато. И сейчас отыгрывает, который раз его так безидейно разваливает Пикачу. Попытка подраться. 2 в 4, хотя Ахаслэм, Ахаслэм очень хороший. И тут ещё один минус по Пикачу даётся. Попытка Вивера ещё так же добрать. Вивер проседает, Вивер в таверну. Что происходит? Великолепная игра от Каллигария. В частности от Шейкера. Но проблема в том, что на топе... Ульценткинга. И Мирана выживет ли? Разваливается у нас Рубик тем временем на топе. Ворует ультимейт и пытается... Орбит? Что сделала Демонюга это? Снёс барак. Несмотря на то, что забрали Орбита, но он сломал миличный барак. Это довольно важный момент. Всё-таки осталось всего два барака на базе у Каллигарии. И не знаю, как они будут выходить из этого положения. Очень сложно сейчас. Они классный, классный файт провели. И тут, наверное, всё-таки в этой игре пока смотрится лишним Некрофос. Не сказать, что Мирана лишняя, да? Она вроде как неплохой. Бёрст дэмэдж заливает. Но вот Некрофос, он без блинка особенно. Он подставляется частенько первый. Да я пытаюсь вспомнить, сколько я ультимейтов видел. А ощущение, что этих ультимейтов было не больше штучек... Двух-трёх, да. А 38 минут игры позади. А тогда зачем был нужен Некрофос? Ведь на Некрофосе один из самых сильных артефактов это Аганим, который ещё уменьшает кулдаун твоего ультимейта. А если ты его не даёшь, то в этой игре, например, Аганим не нужен. 38 минут, 3 ультимейта. Как-то не вяжется это с игрой на Некрофосе. Здесь, может быть, подцепят в очередной раз. Брюмастер его попытались засейвить. Но хватит или не хватит дэмэджа. Проклятия пошли. Дожидаются, пока закончится Глимер Кейп. Погибает Орбит. Будет чейзить. Будет чейзить. Есть ультимейт еще Некрофоса. Надо убивать. Вот сейчас, если вы до хаку убить, ты Некрофоса боффер, нажми кнопку линка. Линка и просто-набросто уходит отсюда. В Пикачу, ты знаешь, тоже неплохой ультимейт. У Пикачу, кстати, нет байбека, что ли? Пикачу есть. Байбек, нормально. А то он просто очень долго возрождается. И я почему-то подумал, что байбека не будет. Сайленсер не должен здесь погибать. Рубик наглеет. Просто-напросто. С воровав ульту Брюмастера позволяются вот такие вот загулы. Я думаю, что сейчас будет байбек в скором времени. Должен быть байбек от Пикачу. И хотя, видимо, без байбека справятся здесь ребята команды Хайв. Хотя Сент-Кинг погибает и... Ой-ой-ой, а что делает Орбит вместе с Дахаком на вражеской базе? Они сломали... Они сломали все. А мы просто с тобой проворонили все. Да, тут дичь какая-то просто происходит. Этот земляной Пандорен с Демолишем просто всей базой лишает команду врага. Это мега-крепы, это серьезные проблемы. Что творит? Что творит Орбит? Он в Соляру на своих вещах пытается вытянуть эту игру. Эйдженс, попытка хоть как-то навредить этой самой Панди. Брюмастер не может развалиться. В Ультимойт он может развалиться просто в таверну. Да уж. Вот это пылесос Гейминг. С мгновения ока просто всю базу... Ну, не знаю. Мне кажется, все для Каллигария. Если эта игра проиграна, только чудо их может спасти. Какой-то нереальный файт и при этом потом просто пойти и сломать трон. В противном случае я пока не вижу, как они могут победить. Да. Сейчас появится ОД. Он зол и заряжен. 3 700 на руках. Есть Хекс, есть Пика, есть Даггер БКБ. Да, очень много денег сейчас, опять же, заработали игроки команды Хайв, в частности Орбит и Дахак. Они очень классно все сделают. Да. Да, я других слов не могу подобрать. И продолжает фармить. И вот он, медайсик на Брюмастере, оправдывает себя целиком и полностью. Что делать в таком случае Эмбер Спириту, который не имеет какого-нибудь, не знаю, Дейдаллса, не имеет Мьёльнера, хотя вот он, Мааштром, появился, чтобы хоть как-то доивиться от мега-крипов. Ощущение такое, что сдаваться ненамеренный Каллигарин. Хотя тут попытка зацепить Сайвенсера, Сайвенсер в Глимерах, а вот Глимеров не найдется на товарища Боффи. Боффи опять погибнет, БКБ закончится, и он здесь не выживет, хотя Деваура Пикачу к смерти приговаривает и все еще живет за счет огромного регена. Проблема у Смайли, Смайли тоже погибает, что за развал кабин, Шейкер. Нет, Панда, Панда, Панда ломает трон, парни, Каллигари, давайте, надо задефить трон, но тут вряд ли уже, наверное, получится все-таки. Хотя Глиф, Глиф был прожат, Панда отчаянно, отчаянно ломает трон, нужно земляную Панду как-то вот с ней что-то поделать. А сейчас закончится время действия ультимейта, и просто Орбит может рукой поправить Боффи, пытается жить из последних сил, и да, смогли справиться с Орбитом. Что делают эти парни, и не сдаются, смотри, не сдаются до конца, да, любая нормальная команда, ну я имею в виду обычная команда. Стандартная команда. Любая стандартная, да, мы тут не совсем правильное прилагательное применил. Но запас прочности, мужик в душе, мужик в игре, а плюс 3, хп регена в секунду имеет древо. Трон все еще живет, все еще стоит, и мы сами прекрасно понимаем, это на две тычки Брюмастер. Ну да. Если не на одну. Ну и all-in сейчас, либо идти по миду, отпушив предварительно все стороны, что в принципе нереально сделать сейчас. Реально? Почему нереально? Реально, с такими героями, как Эмбер, Спирит, Некро и Мирана, в принципе реально. А успеют ли они перетянуться? Что там по травелам? Травела у Эмбера, у Некрофоса нет, у Мирана есть. Ну то есть, в принципе, Некро может идти по миду, вместе с двумя героями. Из своей команды Эмбер идет по топу, Мирана по низу, они все это благополучно защищают, и после этого, ну, я не знаю, очень тяжело, конечно, сейчас будет выиграть Каллигари, но в теории возможно. По-прежнему возможно. Ну, видишь, байбеки не делают, упорно не делают хаев, а именно наличие байбеков останавливает и не позволяет как-то Йолу пойти убиваться в трон, вас уничтожат, байбекнутся в случае смерти, и точно уничтожат. Да, да, Каллигари тоже не спешат, что самое главное, у них как бы 200 хп у трона, казалось бы, да, ну уже 500. Но все равно они не торопятся, они ждут своего момента, ждут момента, когда они смогут как-то действительно пойти в пятером по миду и закончить игру. Но это можно сделать только, когда вся команда врага мертва. Ну, знаешь, Вивер, Брюмастер, куча героев, которые способны зайти и эти финальные тычки-то равновесить. И лишь Глифом ты можешь спастись, но Глиф имеет огромные кулдауны, просто так ты... Да, да, скорее всего, скорее всего, Хайв сейчас просто зайдут на вражескую базу, используют все, чтобы просто добить трона. Брюмастер заезжает в ульте, уже понимают игроки команды Каллигари, чем дело пахнет. Я думаю, что все, игра закончена. Закончена. Да, закончена она победой команды Хайв. Ну что же, у нас накал страстей. Переходим, точнее, скоро мы перейдем к третьей карте. Ну а пока, я думаю, стоит подытожить. Да, я скажу, что я заметил от себя. В этот раз Каллигари не были настолько успешны в early-mid-game, как команда. Было очень много каких-то одиночных непонятных действий. Вот этот некрофос ни к силу, ни к городу, как пятое колесо к телеге. Не понимали, как его применить, как его использовать. Да и Мирана слабенько как-то тоже смотрелось. В целом, пик неплохой у Каллигари. Мне нравится, просто тут, наверное, дело за реализацией. Задумки не соответствовали тому, что показали в итоге своим либо скиллом, либо просто исполнением. Да, некр просто выпал из игры, не купил себе вовремя блинк. Опять же, пошел в статы. Это, может быть, с одной стороны, было и неплохо, потому что его довольно часто фокусили, и ему эти хп были необходимы. Но без блинка ты не можешь нормально синициировать, ну не то чтобы синициировать, а поддержать свою команду, того же Эмбер Спирита, который прыгает с блинка, с именантов. Ну, достаточно взглянуть, я думаю, на статистику, на результаты игры, чтобы оценить, кто бил, а кого били. Ну, я думаю, что сейчас мы это сделаем. Можно говорить и разливать здесь воду, а можно просто увидеть статистику. 30 тысяч дэмэджа. От Пикачу до Хак. 21 тысячи дэмэджа. И на этот лишь авансик отвечает своими 27 тысячами. 18. У Бофи. Но, хотя мы знаем, что Некровс очень много дэмэджа и АОЕ наносит, ауры, и там не все так легко и просто. В расчетах Мирана 17-800 тысяч. 11 тысяч. Шейкер. Но этого не хватило. Не хватило какого-то фокуса, не хватило какой-то даже идеи больше. Но это все мелочи. Это все легко исправить на третьей, на решающей карте. А вот как будут обстоять дела на третьей решающей карте, мы узнаем, я думаю, что минут через 5-7, когда вернемся после небольшой рекламно-музыкальной паузы. И, друзья, будьте активны в соцсетях. Время спать, время смотреть Доту, время прислать нам свои фотографии. Хэштег Дота 2 по-киевски. Хэштег СЛТВ. Мы очень рады вашим снимкам. Там есть нереально крутые. Собаке, например, в наушниках вообще отдельный респект. Улыбнуло от души. Друзья, делитесь своими эмоциями. Мы поделимся нашими. И услышимся, увидимся мы с вами после музыкальной паузы. Е-гейминг-бетс. Ставки онлайн для всех поклонников киберспорта. StarCraft 2, Overwatch и CSGO, Дота 2 и Hearthstone. Выбирай, экспресс-сценаряд событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Дота 2? Сделай прогноз на пики и банды команд. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГП-коп. Ты точно знаешь, кто победит.